Послание для спасения 5000 племен Это забытые племена Мало того, что они забытые, оставленные, так еще они оказались во руках сатаны Сегодня мы с вами говорим о силе небесного престола, также о благословении преодоления времени и пространства и свет 237 стран Здесь существует антенна Даже если вы имеете хорошие смартфоны, но если нет никакой связи, интернет-связи, то им невозможно пользоваться Важен вот этот момент То есть антенна, где она для того, чтобы войти в 237 стран и в 5000 племен? 5000 племен Это и есть движение ценных кадров Вот это и есть второе движение Вавилона Тогда, когда я говорю о движении ценных кадров, то есть квалифицированных людей, они говорят, что нужно взрастить таких людей Уже более ста раз мы уже говорили об этом Но помните одно, что в Библии как раз таки так не написано Сегодня на этом среднем богослужении многие верующие принимают участие И также очень много лидеров простых верующих Если вы не являетесь ценными кадрами, то кто? Где вы найдете их? Или где вы сможете выявить их? Вы должны наслаждаться, в первую очередь, вот этим благословением, этого движения Для вас это должно стать важной частью жизни Да, конечно, мы в реальности говорим о движении 5000 племен Но на самом деле здесь собрались очень важные ученики В таком случае, если вы являетесь этими важными учениками, вам нужно сейчас увидеть это важное послание Вы являетесь лидерами простых верующих, призванные в эту эпоху В таком случае, как вы думаете, кто является вот этими ценными кадрами? Если вы здесь не выявите ответ, то это в ущерб, живам Естественно, вы не сможете наслаждаться данными ответами Лично я думаю, что это очень важное послание Так как Павел уже увидел 237 стран, потому он направился в Рим Потому он и сказал, что собирается идти также из Афонии И лидер простых верующих, которые поняли то, что говорил Павел Это и есть работники 16 главы Кремлина Если эти люди не являются ценными кадрами, то кто? Поэтому вам сегодня следует наслаждаться данным благословением, как следует При встрече с этими ценными кадрами, при встрече с лидерами простых верующих, что нужно делать? Три вещи Первое Это четкая благая весть Когда речь идет о четкой, конкретной благой вести, не до конца может быть это понятно Поэтому необходимо понять три вещи Что такое мотив? Мотивов не должно быть Вначале, да, есть мотивы Например, я был болен, и потому уверил в Иисуса Я получил благодать Я вылечился Исцелился Но это возможность была уверовать Но нельзя, чтобы это было мотивом Это неправильно А если бы вы не исцелились Значит, Иисус не является Христом? Неужели так, как вы получили ответ, потому вы служите церкви? А если бы вы не получили ответа, вы бы не служили церкви? Если ваша вера такого уровня, то вы никогда не можете быть лидерами простых верующих, правильными лидерами и правильными ценными кадрами Потому, знаете это Между прочим, люди, которые хотя бы в малом имеют успех, у них очень сильные мотивы Особенно вы, лидер простых верующих, будьте внимательны И так как у человека сильные мотивы, потому, когда он не получает того, что хочет, получает раны и уходит из церкви Постоянно какие-то конфликты Ну, конечно, так по-другому быть не может Человек терпит для того, чтобы не ссориться Неужели вы считаете, что именно это жизнь веры? Вот поэтому вы упускаете данные благословения Встречаясь с учениками, я сказал такие слова В Пусане мы начали движение проповедования Вообще вначале не было в Пусане церкви Мы начали совместное обучение, арендуя помещение в отеле Настолько, что мы могли оплатить заранее, то есть оставить залог за вот это помещение в отеле Но было немножко неудобно, потому что там были караоке Ну и еще там были своего рода мафиози, которые были связаны с этим И потому были такие неудобства Но в это время я думал об этом Большинство пасторов имеют мотив Это возрождение церкви То есть моя позиция, мое место и возрождение церкви Может быть в какой-то мере это правильно Но таким образом пастор теряет очень важные ответы Ему будет тяжело получить вот такие ответы Поэтому я отдал головной организации это Я сказал, не надо в церкви ничего делать Зачем все? Почему? Потому что тогда был доход Все люди приезжали Но если думать только о своей церкви То в Пусане церковь Эммануил могла построить большое здание по церкви Так что бы тогда получилось бы Если бы мы построили бы только свою огромную церковь Мы бы никогда не смогли евангелизировать мир Поэтому я отдал все Не то, чтобы я отдал Бог так сделал А я просто наслаждался данным благословением Вы не представляете, насколько страшны мотивы Поэтому ценные кадры всегда должны в этом плане быть осторожными Да, каждый человек, он эгоистичен Он думает только о себе Потому что вырос в состоянии третьей главы бытия И думает только о своем Потому что вырос в шестой главе бытия Поэтому сегодняшнее послание Очень важное послание Это касается каждого из вас И касается также иностранцев из пяти тысяч племен Достаточно одного человека, который уразумеет это Четкая благовесть Это означает отсутствие мотивов И во-вторых, это Божья благодать Не так ли? Не то, что вера Потому что в Библии написано Благодатью через веру И то эта благодать, эта вера Тоже Божий дар Так оно и есть И только в таком случае вы сможете выявить правильное призвание Я пошел в один Учебный центр Обучаются юристы Собираются там И значит там они собрались и решили поиграть в футбол Потом играли в админтон И знаете, что меня удивило Но в любом случае какая-то команда проиграет В любом случае одна из двух команд проиграет И вы знаете, там же не только мужчины Там и женщины, которые в будущем будут судьями, прокурорами, адвокатами Они сидят и плачут Ну обычно думаешь, ну ладно, можно Ну проиграл, но и проиграл Но они не могут признать этот проигрыш Нет, конечно, я не скажу, что это прям так плохо Но стоит тоже задуматься То есть другими словами Это по-настоящему не ценные кадры Потому что настоящие кадры, ценные кадры У них нет мотивов Поэтому вы обязательно должны говорить об этом То есть вы стали Божьим чадом не потому, что вы великий человек То есть ради всемирной вангелизации Бог может направить вас И сделать великим человеком Посадить на такое место Поэтому когда вы встречаетесь с людьми из пяти тысяч племен Вы должны им передать четкую благую весть И то есть вы должны их просветить Изначально вы должны научить их правильному И чтобы они помнили, что должны стать церковью, которая будет спасать весь мир С самого начала Стать церковью, которая будет помогать Церковью, которая будет отправлять в ценные кадры, а не просить помощи И тогда Бог будет использовать эту церковь Другими словами, нужно пробудить их разум Нужно их пробудить, просветить Далее Вот этим ценным кадрам нужно передать благую весть, которая имеет силу Что это за сила? Три вида Это есть Пасха, символизирующая спасение И та же Пятидесятница, которая указывает на действия Духа Святого и Божьего Царства И та же праздник, это праздник, это и есть покровительство Небесного Царства Достаточно одного ценного кадра, который правильно уразумел благую весть И тогда непременно произойдут действия Большинство людей находятся в этом состоянии Бытие 3, 4, 5 Даже когда принимают Божье Слово, принимают на основе своих мыслей и стандартов Вот нужно открыть им, что так неправильно Всегда Слово Божье нужно принимать так, как Бог думает И только тогда, когда вы принимаете на основе Божьих мыслей Слово Божье Происходят действия, и вы получаете ответы Даже когда мы молимся, мы сначала свои молитвенные темы произносим Неправильно Сначала надо у Бога спрашивать, какая его воля Даже тогда, когда спросили у Иисуса о молитве, он сказал, что не должны быть темы Он говорил о состоянии То есть он говорит о том, что Божье имя, оно должно быть святым Его имя святое Чтобы Божье Царство сошло, разве не это важно? Нужно молиться о том, чтобы воля Бога исполнилась на этой земле И он говорит, не надо просить того или иного Потому что всего этого просят язычники И потому вы прежде ищите Царство Божье и Правда Его И все остальное приложится вам Вы, так как уже имеете определенный уровень духовных знаний Вы понимаете это послание Но как сегодня много таких пасторов, пресвитеров, лидеров, верующих и верующих Которые не понимают этого послания Сосредоточены на своем, на своих мыслях Если не соответствует этот человек Мне И я важный, и он важный человек Как быть в этом случае? Кто прав? Но если он иначе думает Не как я думаю Кто прав? В это время Вам нужно всегда ссылаться на Божье Слово Всегда должны искать сначала волю Бога Потому что Давид говорит Войско ангелов небесных, исполняющих волю Бога Когда речь идет о свидетельствах, проповедовании Многие люди имеют неправильное понимание Они думают, что что-то мое должно быть Нет, это не имеет никакой Понимаете, ценности Когда вы говорите свое, вы говорите И о своем Если у меня нет, почему вы получаете ответы? Почему? Вот у вас ничего особенного Но вы говорите, что вы получили благодать В Таракпане говорят великое послание А что это такое за великое послание? Вот поэтому Иосиф, он говорил не о своем Иосиф говорил о Божьем Тогда, когда царь спросил Может ли тот истолковать сон? Он сказал нет Но говорит далее, что Господь ему откроет Даст понимание Царь Саул, в нем бес Все, нужно убить Но Давид говорит, нельзя убивать Он даже говорит, почему нельзя убивать То есть Бог не позволяет Чтобы кто-то мог убить того, кого помазал Бог И вот Давид получил вот эти ответы Поэтому люди, которые получили ответ Они в первую очередь имели благословение престола Ангелы Божьи, исполняющие Слово Его Прославьте Господа И также войска Ангелов Небесных Прославьте Господа Ангелы, которые находятся на том месте Где Господь пребывает Прославьте Его Это великое послание Если вы это не верите Значит, не верите в Бога Поэтому и ссоры Споры и ссоры Зачем спорить? Кто бы как бы ни говорил В итоге все будет так, как Бог сказал Почему проблемы возникают? Потому что вы хотите что-то доказать Зачем? Я не могу объяснить Я обычно где-то на процентах 90 Оставляю как есть Зачем что-то менять? Если и так понятно, что это неправильно То, что человек говорит Это его сомнение Это значит, что не верят в Божьи действия По-настоящему Мы сейчас одновременно слушаем Слово И слушают Слово Разные страны мира Но важно то, что нужно ухватиться за Слово Молитву и проповедование Понимая, что это На этой неделе я обращался с женам пасторов На семинаре Сказал, что жены пасторов Не могут учить пасторов Но могут помочь пасторам Если будут наслаждаться данным ответом Потому что большинство пасторов Неправильным образом держатся за Слово Молитву и проповедованию Но если правильно ухватиться Как здесь написано То произойдет великое действие И только тогда И пресвитеры всех церквей Станут главными действующими лицами Такими были лица простых верующих Ранней церкви Работники 16 главы Кремлина Понимаете? Это очень важно Вот это и есть бытие 6 глава В итоге проигрывает исполили Это 11 глава бытия Во время проповедования Так как говорят о своем Это Вавилонская башня В итоге все разрушилось Как это важно Вот сейчас я даже не понимаю Почему Например в Америке тоже Где собираются корейцы В этих церквях постоянные конфликты Постоянные ссоры Пресвитеры против пастора Говорят, что пастор не прав Пастор против пресвитера Говорят, что пресвитер не прав Но та же, если и не прав Все равно не будет так Как это человек говорит Так говорят, потому что Сначала для себя признали Что Бог мертв Хотя же Бог Четко ведет Направляет Он каждый ваш шаг знает И он исправляет Несмотря на то, что вы занимаетесь Вообще непонятно какими делами Бог закрывает глаза И ведет вас А вы Из-за какой-то маленькой Такой Вот ошибки Начинаете Добивать Но вы должны Благодарить Благодарить Потому что Бог Он закрывает на это глаза И все равно вас ведет Вы сейчас должны Спасать 5000 племен Потому если вы сами будете Правильно пребывать Слово молитвы и проповедований И этому учить Перед вами откроются двери Сейчас я приведу вам Несколько примеров Это как свидетельство Использую три обстоятельства Что это за три обстоятельства? Вы знаете Может Появиться хорошая возможность Для оценок кадров А во-вторых Могут появиться Наоборот Трудные обстоятельства Ну и в-третьих Может быть Кризис Но вот эти три обстоятельства Но в это время Должны выйти Такие ценные кадры Которые будут Наслаждаться Несмотря на все эти обстоятельства Божьими благословениями Несмотря на то Что страна Потерпела крах Человек Человек Еще Сел на Высокопоставленное место Причем Во дворце Даниил 1.8.9 Он определил для себя Уже принял такое решение Даниила 3.8.8.23 На самом деле Если не успешный человек То практически это невозможно Вот они поставили Значит государстве Идола И говорят Все Давайте Поклоняйтесь Вот только сделай И тебе будет успех Гарантирован Но в это время Они сказали Даже если Господь нас И не спасет От этого огня Мы не можем поклониться Понимаете Вот это есть ценные кадры Которые Имеют благую весть Посмотрите Что далее Это хорошая возможность Четвертая глава Книга Даниила 19.23 Даниил Он тоже Истолковывает сон Царя Естественно Как царь смотрит На Даниила Как он его принимает А в пятой главе С первой по 31 стихи Уже он Истолковывает То что было написано Тогда когда Вот этот царь Балтасар Он стал говорить Он ему истолковывает Что это значит Шестая глава Книга Даниила Тогда когда он Оказался Львином льве Он говорил Вчера ночью Ангел Господень Закрыл пасель вам И потому Они не могли Обретить мне То же самое Если вы будете Конкретно Правильно Держаться За словом Молитвы Проповедования Тогда Бог Будет прикреплять К вам Цены кадров Могут быть Очень тяжелые обстоятельства Трудные обстоятельства Но вот это слово Господь заранее Дает пророку Исаии Он говорит Что придет Великое поражение Но Останется корень А Дева Вочеве примет Ради Сына И нарекут ему Имя Имануил Исаии 14 Это слово Господь дал Тогда когда Были трудности Церковая глава Он говорит Это слово Господне Он говорит Надеющийся на Господа Поднимут крылья Как орлы Каждый раз Когда были Такие трудности Бог давал Такое слово Что это Это Господь Бог Который может Проложить в пустыне Дорогу И реки И так же Через Иезеки Несмотря Несмотря на все Те трудности Которые Окружали Их Бог дает Это слово Иезеки 3 глава 16 по 21 стихе Господь Говорит Что поставил Страж Для того Чтобы И те Погибающие И говорить Услышат Будут жить Если нет То умрут Но если Ты будешь Молчать То на тебе Будет Лежать Эта Ответственность Я Взычу Кровь От твоих Рук 37 глава 1 по 11 То есть Он говорит О погибели Других Стран Но Делает Еще Акцент Он говорит Вот Израиль Он умирает И превращает Уже превратился В сухие кости Будут ли жить Они Он не сказал Что будут жить Он не сказал Что ничего Не получится То есть Будут жить Это как-то глупо Ну а если скажешь Ну как так Не получится Это неверие Но Он ответил так Что Ты Господь Бог И Ты можешь Это сделать И потому Господь Говорит Тогда Изрекай пророчество Говори А потом уже 47 глава 1 по 23 стихе Это тоже Великое послание Поэтому То слово Которое Передается Посредством Кафедры Это как Вода Которая Заполняет Рейки Заполняет Моря Озера Вы Являетесь Антенной Которая Которая Способствует Выявлению Ценных кадров Среди 5000 племян Поэтому Лидия Престав Верующих Вы являетесь Важными Людьми В этом Движении Даже Если Вся Церковь Будет Говорить Это Неправильно Это Не Так Главное Что Вы Получали Ответ Ну а Если Вся Церковь Говорит Это Правильно Так И Нужно Но Если Вы Не Получаете Ответ То Вы Не Сможете Ничего Сделать Но Если Вы Будете Получать Ответ То Другие Будут Следовать За вами Вот Таких Называют Истинными Ценными Кадрами Вот Нужно Наслаждаться Независимо От Возраст Так Как Иосиф Получил Ответ Даже Сам Царь Вынужден Был Следовать За Ним Вот Это Есть Движение Цены Кадра Это Есть Антенна Это Есть Второе Движение Павелона Причин Нет Почему Потому Потому Что Вы Знаете Причину Потому Что Знаете Почему Оказались В Рабсе Почему Оказались В Плену Есть Иная Причина Что Это Потому Что Вы Должны Быть Ответственными За Духовные Большинство Людей Не Знают Ни Жизни Ни Содержания Но Что Это За Содержание Только Единственность И Новое Сотворение Вот Это И Есть Ценные Кадры Это И Есть Настоящие Ценные Кадры Это И Есть Содержание Многие Многие Люди Которых Называют Ценными Кадрами Не Знают Способа Это Не Ценные Кадры К Сожалению Но Какой Способ Это Наслаждение Достаточно Лишь Наслаждаться Дарованными Великими Благословениями Когда Что Произойдет Какое Действие Это Неважно Даже Если Не Будет Действий Ожидание Божьего Царства И Вызов Не Надо Безусловно Бросать Вызов Тогда Когда Вы Увидите Божье Царство Тогда Нужно Бросать Вызов Сейчас Я Вам Говорю Как Взрасти Ценных Кадров В Своей Церкви И Также В Раз Странах Если Упустить Один Из Этих Названных Пунктов То Это Уже Не Ценный Кадр Если Человек Не Наслаждается Четкой Благовести Как Можно Его Назвать Ценный Кадр Однако Сегодня Среди Так Называем Ценных Кадров Очень Много Таковых Которые Не Наслаждаются Благовестью Не Знают Благовести И Поэтому Они Не Соглашаются С Церковью Потому Что Считают Себя Правыми Считают Только Мои Мы И Поэтому Многие Ценные Кадры Не Могут Долго Задерживаться В Церкви Потому Что Это Ненастоящие Ценные Кадры Есть Такие Фальшивые Ценные Кадры Которые Даже И Пяти Минут Не Могут Промолчать Потому Что Это Не Соответствует Тому Как Они Думают Вы Знаете Если Так Вавилон Настоящий Ценный Кадры Это И Сверь Ну Во-первых Она Была Красивой Вы Представляете Если Мало Того Что Некрасивая Так Еще Ведет Себя Непонятно Как Она Была Настолько Красивой Что Царь Всегда Хотел Видеть Ее Но Не В этом В том Что У нее Была Вера В том Что У нее Она Была Еще И Хорошим Человеком И Вот Тогда Когда Увидела Ее Народ Может Умереть Она Нарушая Закон Заставив Народ Поститься По закону Без приглашения Нельзя Ити к царю Ее Могут Сразу Казнить Но Царь Тоже Понимает Что Раз Она Пришла Нарушая Закон Значит Есть Причина Он Говорит Скажи Мне Я Готов Пол Царства Отдать Тебе И Она Пригласила Его На Пир Не Просто Поужинать Понимаете Это Просто Какая Это Политика То есть Чтобы Показать Место Показать Все Положение Своё Поэтому Раньше Всегда Так Было Это Все Связано С Политикой Даже Когда Приглашают На Пир Есть Время Есть Статус Есть Место Раньше Когда Значит С Японии Когда Приехали Приняли Играть В Гольф Все Хорошо А Когда Президент Кореи Приехал Просто Помахали Рукой И Отпустили Везде Есть Понимаете Какая-то 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 Причина И Потому Царь Сразу Понял Что Она Пришла Не Просто Пригласить Его На Какой-то Пир Неназванный Ужин Но Она Промолчала Она До Конца Молчит Она Могла Хотя Бо Намекнуть Она Молчит Быть Такой Нелегко Вы бы Наверное Уже Тысячу Слов Сказали За Это Время И Уже Во Второй Раз Она Промолчала Вот Таким Образом Она Спасла Израильский Народ Свой Народ Вот Это Ценный Кадр Поэтому Вы Всегда Должны Помнить Такие Вещи Неужели Вот Какая-то Есть Проблема В вашей Жизни Настолько Что Это Так Вас Прям Не Оставляет Покоя Что Сказала Миссионер Я Могу Пройти Могу По воде Пойти И По огню Пройти Потому Что И так Господь Пребывает Так Оно И Есть Что Сказала Кроспий Ничего Страшного Даже Если Я Не Прозрею Потому Что Мне Не Нужно Ничего Больше Видеть Я Хочу Скорее Встретиться С Богом Но Кто Что Скажет В Ответ То же Самое Сейчас Это Неотложное Дело Как Дух Святой Будет Действовать Когда Люди Говорят О проповедовании Но Постоянно Ругаются Ссорятся Вы Должны Начать Не Потому Что Мы Какие Великие Люди А Потому Что Мы Услышали Благую Весть Потому Мы Должны Думать О Пяти Тысяч Племенах Помолимся Бог Пусть Твое Сердце И Твои Планы Будут В Наших Сердцах Несмотря На То Что У Нас Очень Много Недостатков Помоги Чтобы Мы Получили Использование В Исполнении Твоей Воли Молюсь Именю Господа Иисуса Христа Амин